В Казахстане торжественные службы прошли во всех храмах и церквях. Главное состояло в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. На пасхальной литургии побывал Кирилл Харламов. Эти слова произносят сегодня тысячи верующих. Для них это символ того, что смерть побеждена. Это светлый праздник, праздник жизни прежде всего, праздник воскресенья. Мы празднуем самое важное событие в жизни любого христианина. С православной Пасхой. Всем здоровья и мира. Пасхальная служба прошла во всех храмах Казахстана. Главное состоялось в Вознесенском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Я хотел бы еще раз всех поздравить, всем молитвенно пожелать многой и богатой милости от Господа, нашей благословенной земле великой степи, процветания и мира. И примите от меня всерадостный гимн, гимн жизни, гимн победы Христа над смертью. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. На улице установили монитор, чтобы все желающие смогли увидеть, что происходит в церкви. Алматинцы по традиции пришли с куличами и крашенными яйцами. Встретить праздник в любимом храме города. Настоящее чудо, говорят прихожане. Митрополит Чио, круг Русской Православной Церкви в Казахстане, сделал пасхальный подарок верующим. Служба прошла в здании, которое находится на реставрации. В храме видно, что с любовью делали, с душой, вкладывали все свои силы, все свои знания. Несколько дней назад вместо напольных подсвечников здесь стояли строительные леса. Рабочие вешали центральную люстру, паникадила, старались успеть к Пасхе. Реставрационные работы начались два года назад. Вековому зданию вернули первоначальный облик. Со дня строительства его ни разу не реставрировали. Росписями занимались мастера-изографа из России. Они обновили рисунки, которые были написаны еще в 1907 году. За вековую историю храма они выцвели и потускнели. Сделана пока только северная часть. Еще после открытия собора какое-то время, может быть, в течение трех или четырех даже месяцев храм будет расписываться. Вознесенский кафедральный собор Алма-Аты называют «джемчужиной города». Здание выдержало сильнейшее землетрясение 1911 года. В советское время здесь располагался музей и лишь 24 года назад по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева его вновь вернули верующим. Кирилл Харламов, Асхат Настанкулов, МИР24